презентацию видно ребят да видно отлично так ну я рада вас приветствовать сегодня мы продолжаем с вами изучать вопросы связанные с педагогической деятельностью и как вы помните прошлый раз мы начали с вами не совсем да ну то есть я варьирую там да по разному переставляю темы педагогические и не всегда сразу начинаю с общих вопросов педагогики то есть что это что это за дисциплина каков ее методологический аппарат вот а сегодня мы с вами продолжим тему по связанную со спецификой значением и особенностями педагогической деятельности то что мы с вами начали прошлое занятия но и как вы знаете что очень часто в деятельности преподавателей в взаимодействии с родителями с учащимися с коллегами с административным аппаратом возникают различного рода недопонимания трудности коммуникации общения то есть разного рода конфликты и поэтому я решила сегодня такой практика ориентированное занятие с вами провести связанные как раз с тем чтобы вас познакомить да то есть вообще я читаю даже отдельно такую дисциплину как конфликтология на направлении психолого-педагогического образования но вот я думаю что не стоит обходить вниманием и в нашем общении да такую тему поэтому я решила приурочить поскольку поскольку у меня по плану деятельности профессиональных студенческих объединений стоит такая тема и в принципе она заявлена что я с вами тоже ее буду проводить так секунду я забыла включить камеру так отлично видно меня сейчас да или как или она не включилась пока нет странно а вот вот сейчас включится вот значит в рамках как раз вот этой вот этого профиля психолог психологии профессионального образования и профессиональных студенческих объединений я обычно с лингвистами перед тем как ребята уходят на практику или в рамках практики всегда проводила вот такой тренинг ну поскольку когда он был очно да мы с ребятами разного рода упражнения выполняли на развитие этой конфликтологической компетентности вот но к сожалению поскольку мы сейчас дистанционно с вами работаем придется это делать через информационные вопросы и плюс еще различного рода упражнения задания которые я вам могу предложить вот в таком формате вот то есть не получится такой вот коммуникации как мы обычно всегда с ребятами реализовывали вот но я думаю что все равно данная тема вам окажется полезной не только в рамках профессионального становления но и в рамках личностных отношений а потому что я вам дам вот именно модели да то есть я вам дам ну не только характеристику да описание вот этой защиты да но и предикаты словесные которые вы можете использовать в рамках своей жизнедеятельности вот но об этом чуть чуть попозже то есть у нас будет вот с вами видите искусство этическая защита основной операции вот сегодня мы еще поговорим с вами о том что такое конфликт какие вообще возникают конфликты в педагогической деятельности какие конструктивные и деструктивные стороны конфликта мы можем с вами выделить познакомиться с правилами разрешения конфликта ну и вот собственно с этической защитой и немного если у нас как бы позволит время если вы мне дадите согласие немножко задержаться хотя бы минут там на 20-30 я хотела с вами еще дать вам задание по угадай слова да то есть потому тем как бы встречам которые у нас с вами запланированы и в которых вы уже будете параллельно со мной выступать то есть я хотел просто вам объяснить и показать как я это делала ну то есть в общем озвучить ну и так чтобы у вас сложилось впечатление что вам нужно делать будет да для того чтобы представить это слово вот ну и собственно выбрать эти слова потому что мне нужно будет каждого из вас просить чтобы вы озвучили да ну как вот я вам рассказывала строчку то есть книгу выбрали там страницу строчку да чтобы я записала напротив вашей фамилии те а то слово или те да там два понятия которые есть потом как мы говорили с вами созвонюсь со старостами и уже через старость передам для каждого вот это понятие слова и то есть я не могу сейчас его как бы вывешивать да потому что это в открытом доступе для всех будет тогда будет неинтересно угадывать да смысл как раз этого задания заключался в том что нам сначала нужно определиться какое же понятие вы о каком понятии вы хотите нам рассказать но об этом чуть позднее да уже в конце нашей беседы готовы сегодня чуть-чуть подольше поработать да то есть вот чтобы как раз уделить время выбору слов что скажете от вас реакции жду но это звучит здорово интересно на 30 минут это на самом деле очень много много да чуть-чуть да понятно то есть вы не готовы сегодня задержаться да ну сегодня нет наверно не готовы а понятно ну хорошо ладно давайте тогда хотя бы с какой-то одной группой например там с первой я дам вам слова чтобы уже не вот таким вот образом же первая группа начнет потихоньку готовиться и соответственно чтобы на вас не было такой большой нагрузки в плане временной ну ладно посмотрим как там у нас пойдет так что давайте начнем с с вами разговора конфликтах вот значит первое чем мы поговорим это об основных понятиях конфликт да то есть какие у нас есть элементы конфликта и собственно динамика развития конфликта в чем она будет заключаться и так конфликт вот ну у вас на слайде написано название до нашей сегодняшней встречи значит конфликт произошел от латинского слова конфликтус столкновения и означает столкновение противоположно направленных целей интересов позиций мнений или взглядов субъектов взаимодействия в основе любого конфликта лежит ситуация которая включает противоречия сторон по какому-либо поводу обозначение их противоположных целей или средств достижения в данных обстоятельствах несовпадение желаний или влечений однако чтобы конфликт начал развиваться необходим инцидент когда одна сторона из конфликтующих начинает действовать ущемляя интерес другой стороны и если противоположная сторона отвечает аналогичными действиями то конфликт из потенциального переходит в актуальный значит для того чтобы конфликт начал развиваться необходим инцидент когда одна из сторон у кого-то включился микрофон пожалуйста посмотрите алимхон у вас по моему микрофон спасибо значит для того чтобы конфликт начал развиваться нужен инцидент когда одна из сторон ущемляет начинает ущемлять то есть начинает действовать и ущемлять интересы другой стороны и если другая сторона оппонент проявляет такие же аналогичные действия то конфликт из потенциального становится актуальным в современной психологии выделяют ряд основных элементов конфликта я могу сейчас вам назвать все эти элементы а потом кратко дадим их характеристику значит к элементам конфликта да относятся стороны участники или субъекты конфликта здесь мы можем поговорить о разных странах сейчас об этом будем говорить условия протекания конфликта образы конфликтной ситуации исходы конфликтной ситуации и возможные действия участников конфликта то есть стороны условия образы возможные действия и исходы теперь рассмотрим вот эти элементы чуть подробнее то есть я не вдаюсь опять же в такие в дебри в подробности потому что у меня практически на каждую позицию целая лекция есть по дисциплине конфликтология но соответственно для вас сейчас это не актуально и наша задача именно раскрыть основные элементы понятия и уже нас будет больше интересовать педагогические конфликты и собственно этика моральной защиты значит то что касается сторон значит социально-психологический анализ данного понятия позволяет выделить следующие типы конфликтов согласно участникам согласно сторонам это внутри личностный конфликт в этом случае сторонами конфликта могут выступать две и более составляющих одной и той же личности это не значит что у вас сразу будет раздвоение личности но по крайней мере наверное помните когда вы изучали литературу в школе литературу девятнадцатого столетия наших классиков золотого века то соответственно как раз главные герои этих произведений они как раз испытывали внутриличностный конфликт коллизии внутриличностные когда например Печорин из героя нашего времени говорил что я чувствую в себе силы но не знаю куда их применить то есть вот это внутренний дисбаланс между сторонами личности он как раз приводил к тому горе от ума который другой герой как раз испытывал вот значит то есть здесь отдельные черты типы или составляющие личности вступают в противодействие в столкновение и здесь мы видим конфликтогенное столкновение отдельных особенностей личности или поведения человека далее межличностный конфликт наверное наиболее часто встречающийся возникает между двумя и более отдельными личностями при этом может наблюдаться конфронтация по поводу потребностей мотивов целей ценностей или установок этих людей личностно групповой конфликт часто возникает случай несоответствия поведения личности групповым нормам и ожиданиям и межгрупповой конфликт в этом случае может происходить столкновение стереотипов поведения норм целей ценности различных групп ну и вот групповые конфликты они тоже могут быть более дифференцированные да то есть сюда могут быть сюда включаться могут и этнические характеристики и национальные и допустим конфликты могут выходить на уровень межгосударственных столкновений то есть более таких глобальных практически все выше перечисленные типы конфликтов согласно субъектам взаимодействия встречаются также и в семейных отношениях следующее это условия протекания конфликта да то что на стороне выделено то есть характер любого разногласия определяется внешней средой в которой возникает конфликт выделим три важнейших условия протекания первое пространственно временные то есть по названию вот этого вот этого условия видно что здесь мы указываем место противоречия и время в течение которого оно протекает там развивается или происходит эскалация то есть усиление конфликта и разрешение его то есть пространственно временные место и время второе условие второй блок условий это социально психологический что включает в себя социально психологические противоречия это климат в конфликтующей группе тип и уровень взаимодействия то есть общения степень конфронтации и состояние участников конфликта значит климат еще раз называю вам да социально-психологические условия климат в конфликтующей группе тип и уровень взаимодействия степень конфронтации и состояние участников конфликта. И третий характер условий на протекании конфликта, он включает, называется он социальные условия и включает в себя такие характеристики, как вовлеченность в противоречия интересов различных социальных групп. Социальные условия – это вовлеченность в противоречия различных социальных групп, таких как половые группы, то есть гендерные группы, семейные, профессиональные, этнические и национальные. Можно еще, наверное, религиозные сюда добавить. Половые, семейные, профессиональные, этнические, национальные, религиозные. Следующий, третий элемент – это образы конфликтной ситуации. Значит, вот это очень важный элемент, потому что благодаря как раз образам мы можем остановить экскалацию, мы можем переструктурировать наши отношения, потому что очень часто как раз именно не сколько сама актуальность возникновения конфликта, характерна для развития этих трудностей, для развития этих неприятных ситуаций, сколько именно наше представление о конфликте, представление о нас самих, представление о интересах противоположной стороны, об условиях протекания конфликта. То есть если мы дистанцируемся, а вот как раз этика, морально-этическая защита позволяет это сделать, то есть поднимемся над ситуацией, посмотрим на нее со стороны, то возможно прекращение конфликта даже, допустим, на каких-то начальных стадиях его развития. Поэтому образ – это идеальное представление о конфликте. То есть это… А кто-нибудь слышит? Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А, только сейчас услышали, да? Я уже вам даже в чате писала, думаю, что вы меня слышите, не слышите, странно. Толя отключился, я уже там вам рассказывала. На каком моменте вы выключились, вернее, я выключилась? Про что я вам там рассказывала? На каком моменте? Вы отключились, когда я уже динамику стала развить и конфликта рассказывать, или до этого еще? Еще до этого. До этого, понятно, печально. Ну ладно, сейчас еще раз будем дублировать. И так времени мало, здесь еще и какие-то накладки технически возникают. А вы видели, я вам там отправила сообщение, через чат дошла какая-то там до вас информация, что я вас не слышу, не вижу, или там, где вы там? Она дошла пару минут назад. А, ну вот, наверное, как раз отключилась из-за этого. Так, хорошо, значит, смотрите, я вам рассказывала, ну просто я сейчас как бы повторюсь еще раз, да, ну в каком плане, да, не буду все повторять. Значит, смотрите, я вам рассказала про элементы конфликта, да, то есть, сейчас, секунду, да, здесь запись идет, все замечательно. Значит, я вам рассказывала про элементы конфликта, о том, что есть стороны участники конфликта, есть у нас, соответственно, условия протекания, образы конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия и исходы. Где вы, где я остановилась, ну где как бы там пропал звук и изображение? На образах конфликтной ситуации. Ага, даже так, понятно. Ну давайте тогда я вам еще раз, ну быстренько расскажу, значит, про образы. Вот образы это очень важная составляющая, потому что даже вот не само противоречие, не само столкновение само по себе, да, важно, сколько наше представление о том, как протекает конфликт или как развиваются наши отношения. То есть это своеобразная характеристика об участниках конфликта, о условиях протекания. Сейчас все слышно меня хоть, да, я так буду время от времени спрашивать, отлично. Вот, значит, об условиях протекания, о конфликтном поведении. То есть это своеобразное идеальное представление, которое включает в себя. Представление участников противоречия о себе, то есть своих потребностях, своих возможностях, целях. Также представление участников о противоположной стороне. Ее или там его потребностях, возможностях, ценностях. Представление конфликтующих о среде и условиях протекания. Почему важен анализ конфликтной ситуации? Во-первых, именно образы, а не реальность противоречия непосредственно определяет конфликтное поведение. То есть это наши с вами мысли, да, наши представления. И именно они диктуют нам, как себя вести или как мы видим противоположную сторону. Вот, и второе, что тоже очень важно, почему важен анализ, потому что существует эффективное средство разрешения конфликта за счет изменения данных образов. То есть вообще, если мы, как вот в этической защите, да, поднимемся над ситуацией, посмотрим на нее со стороны, другими глазами, то, возможно, мы и не будем развивать этот конфликт. Он, может быть, уйдет или останется в зачаточном состоянии. Далее я вам рассказывала о возможных действиях участников конфликта. То есть что включает, да, какие основания включает данная характеристика. То есть это характер действий, то есть это какое действие, да, наступательное, оборонительное или нейтральное. А также включает в себя степень активности в осуществлении действий. Активные, пассивные, инициирующие, ответные. И направленность действий. На кого направлено, да, на оппонента, к третьим лицам или на самого себя. Или на самого себя. Ну и также я вам немножко рассказала про следующий вид, вернее, следующий элемент, это исходы конфликтных действий. Мы с вами определимся с исходами конфликтных действий, когда будем проходить тест на копинг-стратегии Амирхана. Ну, есть еще вот тоже очень известный тест на определение как раз действий, да, стратегий разрешения конфликта Томаса. Итак, каким возможны исходы? Например, это полное или частичное подчинение другого человека. Это компромиссное решение конфликта, когда идет обоюдная уступка. То есть конфликт полностью, хотя и не разрешается, но в стороны приходят к какому-то мирному соглашению, да, относительно этого конфликта. Прерывание конфликтных действий, то есть уход от ситуации. Или интеграция, сотрудничество. Далее я вам стала рассказывать уже про динамику конфликта, то есть про стадии реализации конфликта. Меня слышно? Да, вас слышно. Да, да, да. Отлично. А то я теперь буду почаще вас спрашивать, это я потерялась, да, немножко, потому что слышу, что вы никакой реакции не даете, и я уже стала смотреть, что же там происходит. Итак, значит, в динамике конфликта, то есть в его реализации, как процесса, выделяют четыре основные стадии. Ну, в каких-то классификациях пять выделяют. Значит, это возникновение объективной конфликтной ситуации. Эта стадия, вернее, на этой стадии, да, ситуация не всегда сразу осознается людьми, то есть сейчас на ней пока только зреют противоречия, определяются ваши точки зрения, позиции, поэтому можно эту стадию назвать стадией потенциального конфликта. Ну, и также желания, цели, потребности оппонента тоже на этой стадии формируются, и пока определяются, видим, возможно, высказывания различных, но пока не переходят на действия, то есть когда уже инцидент возникает. На второй стадии происходит осознание объективной конфликтной ситуации. Когда противоречия уже сформированы, и противоположная сторона начинает отвечать реальными действиями, поведением. И здесь вот как раз возникает инцидент, про который мы с вами говорили ранее. То есть когда одна из сторон начинает действовать, ущемляя интересы другой. И вот на стадии, второй стадии, стадии осознания объективной конфликтной ситуации возможны различные варианты соответствия между субъективной и объективной характеристикой конфликта. То есть субъективная – это то, как вы видите ли ваш оппонент, объективная – как развивается конфликтная ситуация сама по себе. И при данных столкновениях объективной и субъективной стороны возможны четыре варианта. Вот здесь вот я все-таки поняла, что меня никто не слышит, и решила подумать, как разрешить технические неполадки. Сейчас меня слышно, все нормально? Да, да, да. Отлично, спасибо. Итак, значит, какие у нас с вами возможны вообще конфликты при характеристиках субъективной и объективной стороной. Первое – это адекватно понятый конфликт. По названию понятно, что здесь налицо объективная конфликтная ситуация, и стороны ее правильно понимают. То есть и вы, и ваши оппоненты или оппонент воспринимают это как конфликт, как объективное столкновение. Второй вариант – это неадекватно принятый конфликт. То есть в этом случае объективная конфликтная ситуация есть, то есть налицо. Стороны воспринимают ее как таковую, но с небольшими отклонениями от реального положения вещей. То есть возможны трактовки, возможно, не образы конфликтной ситуации, возможно, одна сторона, например, условия воспринимает как объективные, другая как субъективные, то есть зависящие, например, от самого человека, а не от развития событий объективного. То есть здесь идет отклонение от реального положения. То есть мы воспринимаем это как конфликт, мы понимаем, что это конфликт, что объективная ситуация налицо, но вот с различными отклонениями. Следующий вариант – это непонятый конфликт. Объективная конфликтная ситуация существует, но она не воспринимается как потенциальная оппонентами. То есть они не считают эту ситуацию конфликтной или не воспринимают у нее как, например, уже затяжной конфликт. Но это вот, допустим, в семейных отношениях вроде бы как внешне ничего не происходит. То есть мы видим отношения в супружеской паре или между ребенком и родителем адекватными, нормальными, но на самом деле там кипят страсти и, ну, может быть, это внутриличностные как раз коллизии, внутриличностные проблемы. Но люди не понимают или не принимают ее как конфликтную ситуацию. Вот когда уже там чуть ли не дело доходит до развода, тогда они уже начинают предпринимать какие-то шаги, не знаю, там идут к психологу, обращаются к специалистам, пытаются сами как-то наладить ситуацию. Но бывает иногда, к сожалению, это поздно. Вот. И четвертый вариант – это ложный конфликт. Как раз вот для этого и нужен образ конфликтной ситуации, чтобы он не возник. Ой, извините. Какие-то звонки. Сейчас секундочку отвечу. Так, извините, пожалуйста. Так, и так, значит, ложный конфликт. Да, слышно меня, ребят? Ничего там не отключилось? Слышно. Отлично. Вот, значит, вот ложный конфликт. У нас с вами часто достаточно такие ситуации возникают, когда объективная конфликтная ситуация отсутствует, то есть ее нет, но мы ее воспринимаем как конфликтную. Вот это как раз, когда мы из мухи слона с вами делаем, то есть развиваем эту напряженную ситуацию, да, на самом деле, вот нужно, опять же говорю, отойти в сторону, посмотреть, проанализировать еще раз и понять, что это не конфликт. Вот. Третье – это конфликтные действия, да, переход к конфликтному поведению. Значит, после того, как конфликт осознан, стороны переходят к поведенческим действиям, которые направлены на блокирование достижений противоположной стороны. То есть здесь происходит переход в актуальный конфликт. Он может развиваться как прямой и опосредованный. Как конструктивный или неконструктивный. Как прямой и опосредованный, как конструктивный или неконструктивный. В чем разница между конструктивным и неконструктивным конфликтом? Значит, конструктивным считается тот, при котором оппоненты не выходят за рамки деловых аргументов, отношений и не касаются личностных сторон противоположных участников. При этом возникают различные стратегии поведения, которые были описаны Блэйком и Моутоном. И вот как раз методика Томаса, мы не будем ее сегодня с вами проходить, она как раз направлена на анализ, описание и выбор вами вот этих стратегий. То есть, как правило, эта стратегия сотрудничества, те, которые Блэйк и Моутон описали, значит, сотрудничество направлено на поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон. Это компромисс урегулирования разногласий через взаимные уступки. Это избегание, которое заключается в стремлении выйти из конфликтной ситуации, не разрешив ее, но не уступая своего и не настаивая, не разрешив конфликт, но не уступая своей позиции и не настаивая. Это приспособление. Следующая стратегия. Это тенденция сглаживать противоречия, поступая своими интересами. И также противоборство. Это завоевание командной роли, игнорируя интересы других. Ну и немножко скажем про неконструктивный межличностный конфликт. Он возникает, когда один из оппонентов использует нравственно осуждаемый метод борьбы, стремится подавить партнера, дискредитировать, унизить его в глазах окружающих. Диалог, как правило, сопровождается взаимными оскорблениями. Решение проблемы становится невозможным. Диалог, как правило, сопровождается взаимными оскорблениями. И разрушаются межличностные отношения. Ну и еще, как бы, последняя позиция, да, вы видите тоже на слайде, это разрешение конфликта, исходы, да, конфликтных действий. Они возможны за счет изменения объективной конфликтной ситуации и преобразования ее образов. Ну, опять же, здесь могут быть разные варианты, как вы видите, там и конструктивные, и деструктивные, и замораживание конфликта, как там написано. Они могут быть частичными, когда исключаются конфликтные действия, но побуждение конфликта все равно сохраняется. Они могут быть полными, когда конфликт устраняется и на уровне внешнего поведения, и на уровне внутренних побуждений. Вот. Ну, мы сегодня еще чуть-чуть позднее поговорим об этом. Вот. И хотелось также с вами поговорить, перед тем, как к педагогическим конфликтам перейти, хотелось с вами поговорить о конструктивных и деструктивных сторонах конфликта. Вот. Перед тем, как перейти, как бы, дальше, да, давайте все-таки подумаем. То есть конфликт не всегда приводит только к негативным последствиям. Вот. Здесь давайте в виде такого мозгового штурма, да, все-таки подумаем, какие плюсы, какие минусы, последствия или там динамики прохождения конфликта вы можете выделить. Да, и потом мы тоже с вами, как бы, обозначим эти плюсы и минусы. Вот. Теперь я к вам обращаюсь и, соответственно, прошу вас высказывать свои позиции. Пожалуйста. Раньше я делала так, у меня полгруппы выделяло, да, в виде мозгового штурма. Меня слышно сейчас, ребят? Или опять я пропала куда-то? Да, слышно. Отлично. Вот, ну, я не буду сейчас вас там на какие-то подгруппы делить, да, то есть вы можете в таком, в последовательности любой, да, высказывать плюсы и минусы, да, там к положительным аспектам относятся то-то, то-то, к отрицательным. Давайте вот вы минуточку подумайте все-таки, да, деструктивные, конструктивные стороны конфликта и вы обозначите их, да. Пожалуйста, вы можете, да, вижу, пожалуйста, Милана, Даша, подняли ручку. Кто еще у нас там хочет высказаться? Пожалуйста, девочки, может быть, вы как отправные лидеры, как точечки поставите, и мы дальше уже будем выделять. Пожалуйста, Милана. Да, Даша. Ну, слушаем вас. Да, Даша, 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 Даша первая была. А, ну, хорошо, пускай Даша, мне не принципиально, пожалуйста. Ну, первое, что можно выделить, если я с вами в армии, в армии, в армии. Даш, только погромче, а то у тебя тоже чуть-чуть звук пропадает. Первое, что ты заметил, это возможность личного развития. Так, это ты плюсы, правильно? Да. В получении споров рождается правда, и совместные уступки могут помочь, как второй пункт из положительных, сохранить тот социальный институт или те мирные отношения, которые существовали до возникновения конфликта. Так, ну, или, можно сказать, сохранить, или, как еще можно сказать, наверное, обновить, да? Да, можно так сказать, что, потому что, когда идет пересмотр отношений, да, то они могут подняться на другой уровень развития. Так, хорошо, дальше, пожалуйста. Еще что-то у тебя есть, какая-то позиция, плюсы или минусы конфликта? Ну, минусы стоит добавить, но это, скорее всего, негативное влияние на здоровье, потому что расходуются нервы, стрессовые очень ситуации, обычно конфликты. Ну, вот даже в статистическом плане, просто вам скажу, что, например, одна минута конфликта дает потом 10 минут переживаний, да, то есть если говорить про последствия, да, на нервную систему, на отношения, поведение, да. Так, хорошо, спасибо. Еще что-то у тебя есть, какой-то вариант, да, плюсов, минусов, или мы тогда уже ребят других будем спрашивать? Других ребят уже можем. Да, пожалуйста, Милана. Да, спасибо. Ну, вот к плюсам конфликта я бы, наверное, отнесла то, что вообще правильный выстроенный конфликт, то есть когда мы его начинаем не конфликт ради конфликта, а конфликт ради того, чтобы обозначить свою позицию, выразить свои чувства, эмоции. Но очень важно правильно донести это до человека так, чтобы это не переросло в конфликт. То есть какую-то негативную ситуацию нужно правильно выразить, и благодаря этому конфликт может стать инструментом для взаимоотношений с людьми. А еще я считаю, что очень важно не замораживать конфликты, а высказывать свои какие-то негативные чувства, проявления, да, для того, чтобы отношения между людьми, ну, чтобы конфликт не был как понарастающий, то есть где-то стерпел там чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, а потом это все чуть-чуть вылилось в один большой конфликт, который будет разрушать отношения между людьми. И это, наверное, будет негативной стороной конфликта. Так, хорошо. Ребят, еще какие-то... У тебя есть еще, да, или кто-то еще хочет высказаться? Нет, я все. Хорошо. Так, ребята, у вас есть еще какие-то пожелания относительно плюсов-минусов конфликтов? Так, Наташа, пожалуйста. Ну, я бы еще хотела добавить к плюсам то, что, ну, как мы уже сказали, то, что это позволяет найти какие-то новые пути решения у проблемы. И также еще хотелось бы сказать, что это способствует в некоторых ситуациях даже сплочению коллектива, например, против, может быть, даже другого человека или, например, ситуации. И также, ну, хотя я считаю, что это больше является негативной все-таки стороной. Такие какие-то объединения. Но из плюсов можно отметить, это то, что человек, который яро убежден каким-то своим принципом, благодаря как раз конфликтных ситуаций, он может пересмотреть свои взгляды на какую-либо ситуацию, даже на какие-то устоявшие его привычные вещи. А из минусов это, как уже сказали, ну, отрицательно влияет на здоровье и ухудшает качество работы в коллективе. Даже в дальнейшем люди не хотят, например, после каких-то конфликтов вместе как-то взаимодействовать. Ну да, отказываться от общения. Так, хорошо, спасибо большое, Наташ. Я смотрю, Гамар еще хотела, да, высказаться? У тебя все, да, Наташа? Да, я бы хотела. Ага. Да, все. Я бы хотела дополнить про минусы конфликта, то, что влияет, ну, конфликт, который произошел в одной какой-то ситуации с одним человеком, очень плохо влияет не только на работу с этим человеком, люди не могут уметь заработать, но и в целом влияет и на других окружающих людей, потому что, ну, другие люди тоже могут воспринять этот конфликт, и у них тоже портится из-за этого и настроение, и работоспособность, вот. И также люди, которые конфликтуют между собой, потом переносят этот конфликт, ну, домой, например, на своих окружающих дома, на семью, там, на друзей, то есть, и это может продолжаться не один день, а там два-три дня, пока человек полностью не успокоится. Ну, да, вот я сказала, да, что минута, одна минута конфликта реального, да, вот актуального, она где-то влияет на наше самочувствие в течение, там, 10-12 минут, да. Вот, то есть, мы потом переживаем, да, ну, грубо говоря, все зависит от того, сколько, да, по времени мы конфликтуем. То есть, если это не достаточно длительный промежуток времени, то потом мы, естественно, и не день, и не два, и не неделю иногда некоторые конфликты откладывают отпечаток на всю жизнь человека, и он, ну, своего рода такими комплексами обрастает, от которых очень трудно избавиться, да, иногда нужна помощь уже специалиста, психолога, чтобы там он создал драматическую ситуацию, психодрама, да, групповая терапия такая есть, вот, для того, чтобы помочь человеку пережить эту ситуацию, да, и другие участники психодраматического действия, погружаясь вот в эту моделируемую ситуацию, помогают ему избавиться от вот этих старых переживаний. Так, Гамар, спасибо. У вас еще что-то есть? Или вы на этом завершили выступление? Отлично, спасибо. Ну, я думаю, что, да, мы так вкратце, да, поговорили, и я сейчас вам открою слайд, где даны как раз характеристики конфликта, конструктивные и деструктивные стороны. Вот, вы видите, да, что это анализ, который был предложен клюевой по характеристикам конфликта, и какие вот положительные и негативные составляющие она выделяет. Значит, к конструктивным сторонам конфликта относятся, но это не только, да, межличностные, но и в том числе межгрупповые отношения ей характеризуются. То есть конфликт скрывает слабое звено организации, в том числе во взаимоотношениях. То есть здесь можно сказать про диагностическую функцию конфликта. Также конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. Ну вот я вам пример с семьей привела, да, что вроде бы так внешне все благополучно, а копник поглубже, да, там на самом деле очень проблемная ситуация, которая иногда требует подключения специалистов. Далее конфликт дает возможность выплеснуть негативные эмоции, снять напряжение, да. Ну кто-то вот у нас из девочек, то ли Даши, то ли Милана говорили о том, что, значит, соответственно, мы не копим в себе, да, вот эти негативные эмоции, а порционно их выплескиваем, да, чтобы это потом на психосоматике не сказалось. Также конфликт дает толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на ситуацию, да, на привычное, на то, что мы можем отойти в сторону, да, и проанализировать данную проблему с других позиций. Также необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие, да, развитие отношений, развитие организации, развитие государств, да, если более глобальные такие брать характеристики. Ну и конфликт также способствует сплочению коллектива, например, при противоборстве с внешними врагами. Особенно это вот, наверное, показательно во время военных действий или, допустим, этнических конфликтов, да, когда группа объединяется, да, и выступает в едином сплочении на борьбу с внешним врагом. Ну и деструктивные стороны конфликта, да, что отрицательные эмоциональные переживания могут приводить к различным заболеваниям. Это и соматические, и психические заболевания. Вот, нарушаются личностные и деловые отношения между людьми, допустим, снижается дисциплина, ухудшается качество работы, социально-психологический климат. Вот, также сложное восстановление деловых отношений впоследствии, да, вы тоже об этом говорили, что люди отказываются, например, работать в том коллективе, где произошел конфликт, увольняются, переходят на другую работу. Далее есть такое еще качество представления о победителях или побежденных как врага, да, то есть если человек проиграл, все, да, значит он попадает в раздел маргиналов, да, в раздел побежденных. И, конечно, временные потери, да, я вам уже тоже об этом говорила, что на одну минуту конфликта приходится 12 минут после конфликтных переживаний. Вот это то, что касается вот данного блока. Но теперь поговорим немножко про, собственно, педагогические конфликты. Значит, к педагогическим конфликтам или конфликтам в условиях учебной деятельности относятся какие варианты, ну, например, значит, выделяются, во-первых, да, а сейчас мы поговорим с вами, сейчас я просто, материал вот этот, чтобы в сжатом таком варианте, да. Значит, какие, во-первых, давайте выделим причины, да, причины педагогических конфликтов. То есть это причины, например, противопоставления социально-ролевых позиций. Это может быть психологическая несовместимость. Это наличие внутренних конфликтов. Это отсутствие коммуникативной культуры и так далее. Значит, по мнению психолога Рыбаковой выделяют следующие виды конфликтов. Ну, во-первых, это блок ученик-ученик, да, это межличностный, да, блок конфликтов. Ученик-учитель. Ученик-родители. Ученик-администратор. Блоки учитель-учитель, учитель-родители, учитель-администратор. Ну, и с родительской тоже стороны, да, родители-родители, родители-администратор. Ну, и между администраторами тоже достаточно часто выделяются конфликты. Наиболее, значит, часто встречающимися блоками конфликтов, да, являются конфликты деятельности. Они возникают между учителем и учеником и проявляются в отказе ученика выполнять учебные задания или их плохое выполнение. Какие же причины влияют на вот эти вот конфликты деятельности? Ну, во-первых, это утомление, да, сейчас объем колоссальной нагрузки, да, ложится на плечи детей. Это трудность в усвоении учебного материала. То есть не все дети у нас звезды, к сожалению, да, как я говорю, кто-то там схватывает налитую информацию, да, а каким-то ученикам нужно как вот сидеть и брать пополь, как я говорю, да, то есть сидеть, трудиться изо дня в день для того, чтобы добиться положительных результатов. Это трудность в усвоении учебного материала. Это неудачное замечание учителя. Извините, пожалуйста, вы можете первое повторить еще раз? Да, утомление. Утомление. Утомление, трудность в усвоении учебного материала, неудачное замечание учителя. То есть вместо конкретной помощи, там, при затруднениях в работе, да, учитель, ну, ограничивается только какими-то замечаниями. Ну, соответственно, эти виды конфликтов, да, возникают на практически любом уроке и в любой, в любом уровне, да, то есть это и начальная, и средняя, и старшая школа. Значит, также возникают сейчас часто конфликты, когда учителя предъявляют завышенные требования к усвоению своего предмета. Ну, то есть просто вау заданий, да, и дети, к сожалению, не справляются с этими требованиями. А, допустим, отметки также используются как средство наказания, да, и причем наказание не только за невыполненную работу, но и в том числе к нарушителям дисциплины. Как следствие, да, вот такие влияния, да, со стороны педагогов являются причиной ухода из школы способных талантливых самостоятельных учеников. То есть вместо того, чтобы, допустим, продолжить обучение в старших классах, да, такие дети покидают школу и переходят, например, в средние профессиональные учреждения, да, организации. Вот. Или у детей снижается интерес к знаниям. Это вот конфликты деятельности. Так, второе, это конфликты поступков, которые возникают по поводу нарушения учениками правил поведения в школе и вне ее. Значит, конфликты поступков ну, часто возникают, допустим, как следствие ошибки, да, при анализе поступка ученика. То есть учитель не выяснил мотива, сделал необоснованный вывод. Или использует недостаточную информацию о причинах поведения школьника. Учитель может знать, плохо знать отношения между детьми. Поэтому допускает ошибки при оценке поведения. у него может быть предвзятое отношение к ребенку или там, к школьникам. Вот. И третье, это конфликты отношений. Третий блок, это конфликты отношений. часто возникают в сфере эмоционально-личностного взаимодействия как результат неумелого разрешения педагога проблемных ситуаций. Они могут порождать длительную неприязнь ученика к учителю. Надолго нарушают взаимодействие между ними. В чем выражается характер педагогических конфликтов? Он определяется статусом участников конфликта. Там вертикальный тип взаимодействия. Также наличие различных видов ответственности юридической, моральной, профессиональной. Существенными различиями возрасте, жизненном опыте, образованности образованности и другими специфическими чертами. и другими специфическими чертами. Автор С.Ю. Темина приводит следующие объективные и субъективные причины возникновения педагогических конфликтов. Ну, я думаю, что, может быть, вам нужно там сфотографировать этот слайд, да, потому что там достаточно много этих причин. и я тоже не буду на них долго останавливаться, то есть объективные, да, они не зависят от людей, то есть это в основном причины, которые продиктованы внешними условиями, например, зависимость учителя, ученика от учителя, необходимость оценивать учащихся учителям, множественность ролей, которые выполняет тот и другой участник, различия между учебным материалом и объектами реальной жизни, социальная нестабильность и так далее. Вот, но субъективные собственно зависят от индивидов, то есть это психологическая несовместимость, отсутствие коммуникативной культуры, не только ученика, но иногда учителя, это недостаточная компетентность педагога, отсутствие опыта, глубоких знаний по предмету, чрезмерная загруженность субъектов, ну или допустим вынужденная бездеятельность ученика, ну и так далее. так, сейчас я просто смотрю, что ли я вам сказала, из разных источников вам смотрю, ну и давайте поговорим о, так, сейчас переключу, ребят, слышно меня? Да. так, у меня что-то переключается на слайд, а нет, все, переключился, вот, и теперь давайте поговорим с вами про способы разрешения конфликта, да, и рекомендации учителям по предупреждению и по управлению педагогическими конфликтами. Так, значит, какие основные рекомендации, да, можно дать педагогам в плане профилактики, да, и в плане регулирования этих конфликтов. Понятно, что полностью изжить конфликты в школе, ну или в любом учебном заведении, в организации практически невозможно. В зависимости от того, сколь успешно, да, осуществляется в школе социализация личности, ну, соответственно, меняется интенсивность конфликтов и их обостренность. Заметную роль в предотвращении конфликтов играет дисциплина, то есть умение обеспечить ребенку необходимую свободу в рамках разумного подчинения порядку. Также на менее конфликтное поведение школьников оказывает влияние личность педагога, то есть его участие, да, в различных обостренных, трудных, сложных ситуациях, то есть стиль взаимодействия, да, какой, да, гуманитарный, гуманистический или, допустим, авторитарный стиль. Также насколько педагог знает школьный коллектив, детский коллектив, насколько он участлив, да, в разрешении какого рода конфликтов между учениками, конструктивно умеет регулировать эти конфликты. Вот, но здесь также рекомендации психологического характера, то есть учитель должен уметь контролировать свои эмоции, быть объективным, дать детям возможность высказать, обосновать свои претензии, выпустить пар, как мы уже с вами, да, говорили в этом плане. Также не приписывать ученику свое понимание разрешения ситуации, не оскорблять ученика, по возможности не обращаться к администрации, то есть разрешать конфликт, как говорят психологи, здесь и сейчас, да, то есть исходя с опорой на участников конфликта. Не отвечать агрессии на агрессию. Давать себе и ребенку право на ошибку. независимо от результатов противоречия постараться не разрушать отношения с ребенком. То есть вы можете, например, выразить свое сожаление по поводу конфликта, свое расположение к ученику. не бояться конфликтов с учениками и стараться быть инициативным в конструктивном разрешении конфликта. Вот такие, наверное, особенности, да, рекомендации педагогам по разрешению конфликтных отношений. Так, дальше, дальше я хотела с вами обсудить кодекс поведения в конфликте, но я думаю, что мы немножко попозже этого еще коснемся. вот на следующем слайде здесь вы видите способ регулирования конфликтов и я указала вам как раз тесты, которые можно использовать при как раз диагностике конфликта. Сейчас, секундочку, я просто смотрю. Так, 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 так. Вот, при диагностике конфликта и мы сейчас в заключении, вот я говорю, что еще минут 10-15, да, с вами поработаем, чтобы все-таки у нас, поскольку заявлено как тренинговая работа, да, мы не можем с вами обойтись без, собственно, диагностики, да, без проведения, так, интересно, куда эту книжку делала, секунду. Так, ребят, я ее сейчас принесу, я ее оставлю в другую книгу. так, значит, вы видите, вот здесь представлена таблица, где перечислены как раз способы разрешения конфликтов, также дала характеристика данной стратегии, условия ее протекания, ну, и, соответственно, цель, да, ее использования. Я вам хочу предложить другую методику, методику индикатора копинг-стратегии Амерхана, я там тоже ее указала название, значит, здесь предлагается несколько утверждений, а точнее 33 утверждения, в которых вам нужно либо полностью согласиться, либо просто согласиться, либо высказать свое несогласие. Готовы? Да, готовы. Отлично. Итак, напишите, значит, перед тем, как мы дальше с вами, ну, скорее всего, на следующем занятии продолжим знакомиться с методом этической защиты и с рекомендациями, которые дает другой автор Трученков, я вам предлагаю как раз пройти тест на определение ваших копинг-стратегий, то есть методики поведения вас при решении различных сложностей межличностного межгруппового взаимодействия, то есть как вы реагируете на стресс вот такого рода, то есть вы разрешаете проблему или избегаете проблему, или ищете социальную поддержку со стороны других людей, вот вы сейчас как раз и с этим определитесь. Итак, значит, ваша задача так, вам оставить вот эти способы регулирования, запишите тогда себе пожалуйста ваши ответы, это полностью согласен, просто согласен и не согласен. Ну, может там ответить один, два или три. Да, реакция ваша. Значит, полностью согласен, согласен и не согласен. Итак, я вам диктую утверждение, вы выбирайте какой-то один из этих трех вариантов. Итак, первое утверждение. Позволяю себе поделиться чувством с другом. Второе. Слышно меня, ребята? Ау! Да, хорошо. Хорошо, спасибо. Второе утверждение. Стараюсь все делать так, чтобы иметь возможность наилучшим образом решить проблему. Стараюсь все делать так, чтобы иметь возможность наилучшим образом решить проблему. Третье. Перебираю все возможные варианты решений, прежде чем что-то предпринять. Перебираю все возможные варианты решений, прежде чем что-то предпринять. Четвертое. Пытаюсь отвлечься от проблемы. Пятое. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо. Пятое. Шестое. Делаю все возможное для того, чтобы не дать окружающим увидеть, что мои дела плохи. Седьмое. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает мне чувствовать себя лучше. Восьмое. Ставлю для себя ряд целей, достижение которых позволяет постепенно овладеть ситуацией. Ставлю для себя цели, достижение которых позволяет постепенно овладеть ситуацией. Девятое. Тщательно взвешиваю возможности выбора. Тщательно взвешиваю возможности выбора. Десятое. Мечтаю, фантазирую о лучших временах. Одиннадцатое. Пытаюсь различными способами решать проблему, пока не найду подходящий. Двенадцатое. Доверяю свои страхи родственнику или другу. Двенадцатое. Больше времени, чем обычно, провожу один. Двенадцатое. Рассказываю другим людям о ситуации, так как только ее обсуждение помогает мне найти разрешение проблемы. Пятнадцатый. Думаю о том, что нужно сделать для того, чтобы исправить положение. Шестнадцатый. Сосредотачиваюсь полностью на решении проблемы. Семнадцатый. Обдумываю про себя план действий. Восемнадцатый. Смотрю компьютер дольше, чем обычно. Девятнадцатый. Иду к кому-нибудь, другу или специалисту, чтобы он помог почувствовать себя лучше. Меня, да, себя лучше почувствовать. Иду к кому-либо, другу или специалисту, чтобы он помог мне чувствовать себя лучше. Двадцатый. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуации. Двадцать первый. Избегаю общения с людьми. Двадцать второй. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать проблем. Двадцать третий. Иду к другу за советом, как исправить ситуацию. Двадцать четвертый. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать проблему. Двадцать пятый. Принимаю сочувствие, взаимопонимание друзей. Двадцать шестой. Сплю больше обычного. Двадцать седьмой. Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе. Двадцать восьмой. Представляю себя героем книги или кино. Двадцать девятый. Пытаюсь решить проблему. Тридцатый. Хочу, чтобы люди оставили меня в покое. Тридцать первый. Принимаю помощь от друзей или родственников. Тридцать второй. Ищу успокоение у тех, кто хорошо меня знает. Тридцать третий. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не действовать импульсивно под влиянием внешнего побуждения. Значит, сейчас мы с вами разделим ваши ответы на три шкалы. То есть я буду называть шкалу и соответствие номеров ваших ответов. Значит, вы как раз запишите эти номера, а потом я вам дам информацию, как подсчитать. Понятно? Восьмой, да? Да, вы не стесняйтесь. Сейчас я как бы тоже хотела вас спросить, надо ли кому-то что-то повторять. Значит, восьмой вопрос. Ставлю для себя ряд целей, достижение которых позволяет постепенно овладеть ситуацией. Еще кому какой вопрос повторить? Ребят, надо кому-то повторять вопрос еще какой-нибудь? Нет, нет. Отлично. Итак, теперь, значит, смотрите, у вас будет три шкалы. Значит, я сейчас называю название, даю название шкалы и ответы на вопросы. То есть там под номерами будут, а потом я уже говорю вам баллы, как будет начисляться. Хорошо, готовы? Итак, ключ, да, вот к описанию, интерпретации результатов. Итак, первая шкала разрешения проблем. Вы можете как-то обозначать, например, там в кружочках выводить или плюсики ставить над номерами, да, номерами утверждений. А потом будете просто подсчитывать. Хотите, просто пишите. Значит, первая шкала разрешения проблем. Это шкала разрешения. Вторая шкала – поиск социальной поддержки. Вторая шкала – поиск социальной поддержки. номера. Первый, пятый, седьмой, двенадцатый, четырнадцатый, девятнадцатый, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, тридцать первый, тридцать второй. Это шкала поиск социальной поддержки. И третья шкала называется «Избегание проблем». Номера номера 4-й, шестой, десятый, тринадцатый, восемнадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, тридцатый. Так, теперь баллы. Значит, если у вас по данным шкалам совпали результаты, вы посмотрите сейчас, как вы отвечали на эти вопросы, то баллы начисляются по следующей схеме. Если вы ответили на данный вопрос полностью согласен, то вы начисляете себе 3 балла. Значит, полностью согласен, 3 балла. Ответ согласен, 2 балла. И ответ не согласен, 1 балл. Итак, полностью согласен, 3. Согласен, 2. Не согласен, 1. То есть вы должны посмотреть, в какой шкале по подсчетам у вас получилось большее количество результатов. То есть минимальная оценка по каждой шкале будет 11 баллов, максимальной 33. Все, теперь вы сами там самостоятельно подсчитывайте. Скажите, как будете готовы мне, хорошо? Ребят, слышите меня? Ау! Да, да, хорошо, хорошо. А то я просто боюсь, что опять я куда-то выпала. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Реферата вопрос. Допустим, мы выбрали тему, а вот когда у нас сроки сдачи будут, и как мы должны все это оформлять? Оформлять я вам, в принципе, там у вас есть структура реферата. Нашли такой файл? Она где-то в начале или в восьмой теме должна быть? Нет, там в начале, по-моему, я прикладывала. Посмотрите, если не приложила, тогда мне, пожалуйста, я сейчас напишу, чтобы проверить, хорошо? Просто по структуре. То есть вы сейчас смотрели в ТИМСе или в ТУИСе? В ТУИСе. Да, я просто там не нашла ничего такого, поэтому спросила. И еще по поводу сроков. У нас есть? Мы в любом времени... Да, значит, смотрите, сроки. Я вот с Людмилой Алексеевной созванивалась, ну, как вот вам обещала, да, чтобы прояснить ситуацию, как мы, в каком режиме и как мы будем работать. Значит, это не модуль, то есть это будет до конца семестра, но первые вот два месяца мы будем работать по понедельникам. Дальше, возможно, там будет коррекция дня, вот, потому что мне понедельники очень неудобно потом там будет, и я никогда не ставила понедельники. Ну, наверное, там какая-нибудь производственная необходимость возникла, что у меня вот сейчас поставили по понедельникам с вами. А так у меня обычно вторник или среда была. Вот, так что, возможно, там будет коррекция дня, вот, а так мы до конца семестра работаем. Значит, ваши работы реферативные, да, будут планироваться, да, сдача где-то в конце марта, в начале апреля. Ну, скорее всего, где-то вот в начале апреля будет. А мы их как-то будем презентовать, ну, там, с презентациями, с речью или просто сдавать? Нет, у вас будут другие просто выступления, то есть у вас будет по... Угадай слово, про которое вот я вам рассказывала, вот. Ну, посмотрим, как там. Просто я не знаю, там мы будем до конца семестра учиться заочно, ну, таким вот дистанционным способом, или это как-то будет потом выход все-таки на общение. Вот, давайте так, вот, пока их приготовьте, а я вам где-то вот через месяца полтора скажу, вы будете их представлять или будете просто сдавать. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, еще, пожалуйста, ребят, какие вопросы текущие возникли? Нет, да? Пока больше никаких вопросов. Ну, тогда я вас благодарю за работу, за участие. Я так постараюсь, чтобы у нас тоже все-таки был какой-то интерактивный контакт, взаимодействие. Значит, со следующей недели тогда я с вами обязательно распределю слова, да, по проекту «Угадай слово», и уже тогда через недельку вы можете презентировать свои заготовки, соответственно, и представлять их на всеобщий суд, да, и обозрение, соответственно, вот по этой, по этому заданию. Все, тогда вам хорошего, хорошей недели поводотворной и до следующего понедельника. Извините, у нас понедельник же будет выходной. А, в следующий, а, в следующий понедельник у нас выходной. Ну, да, правильно, у нас же 22-й, правильно, там будет? Понятно. Ну, значит, тогда через две недели увидимся с вами. Значит, у вас есть время поработать над реферативной работой. Хорошо, спасибо большое. Ну, и у вас там наверняка тоже текущие какие-то вопросы есть. Тогда, значит, через неделю, ну, через две, вернее, недели. Все, тогда всего вам хорошего. Счастливо. Счастливо. Спасибо, до свидания. Мальчиков с наступающими праздниками тогда поздравляю. Защитников Отечества наших. Счастливо. 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 Счастливо.